Приветствую вас. Смотрите, я думаю ваш вопрос достаточно серьезен и лучше всего было бы его разобрать непосредственно на консультации вас обоих. А мне кажется это было бы хорошо. Это было бы наиболее эффективно из того, что может вам предложить, например, психолог. Вот. Я в свою очередь могу сказать, что в вашем тексте есть несколько трудностей. Я постараюсь эти трудности разобрать, но сейчас мой ответ носит скорее такой, больше ознакомительный характер. Вот. Нежели чем реально психотерапевтически. Потому что, чтобы была именно психотерапия и реальные изменения, вам обоим или вам одной нужно обратиться к специалисту. Вот. К психологу. За помощь. Вот. Понятно, ну? Теперь. Теперь. Вы пишите, что... Вместе. Вы. Три. Года. В принципе. Это. Кризис. Кризис отношений. Частенько. Бывает частенько такая история, что это кризис отношений. Имеет место быть, когда люди переживают определенные проблемы. Да? Там потому что накапливаются некие трудности, накапливаются некие сложности. Вот. И, соответственно, не всегда переход с романтики. Хоть вы и говорите, что у вас нет этого, но не всегда переход с романтики на такой более бытовой режим является безболезненным максимально для людей. Так что три года это кризис. Соответственно, нужно здесь смотреть более подробно. Дальше. За это время неразве не сказали друг другу о любви. Ну, здесь вы предпочитаете, Екатерина, обсуждать о мужчинах. Тепочитаете говорить о мужчинах. На мой взгляд, это тенденция негативная, на мой взгляд тенденция тревожная. Потому что. Говорить нужно о себе. Говорить нужно о своих. Ну, интересных нужно говорить о своих. Ну, больше вот таких потребностях. Вот. На мой взгляд. Вот. И, соответственно, вы не говорите. Ну, мужчине о любви. И. Вопрос. Пожалуй, к вам. Почему вы. Не. Говорить о том, что вам. О том, что вам. Его любят. Почему вам. Важнее. Сначала. Сначала вы слышите признание его. И его слова. О любви. Вот. Вы пишите. Мне хочется услышать это от него. Сначала. Вот. Откуда. Почему хочется. Если нет признания в любви. Это значит, что не любят. Это значит, что вы тревожны и не уверены в себя. Екатерина. Он может мне помочь. Он предлагает меня встретить в магазинах. Сходят, выполняют другую просьбу. Приготовят поезд. Но всё время, чтобы иметь постоянные трудности и переезды. Ну, во-первых, я уверен, есть ваш вклад в трудности. Это первое. Второе. Это то, что вы сами выбрали такого человека. Проблемы с деньгами, с соседями, с собой, друг другом. Ну, опять же. Здесь какая-то небольшая, вот, на мой взгляд, путаница получается. Потому что у вас могут быть проблемы с собой, с самой собой. Это правда. У вас могут быть проблемы с самой собой, да. Но, при чём здесь человек? Не понятно. Да? То есть, если у вас проблемы с собой, это ваша ответственность. Если у вас проблемы с мужчиной, это тоже ваша ответственность, если проблемы идут с непосредственно вашей стороны. Ну, вот. И разобраться здесь, ну, желательно, в первую очередь, наверное, с собой. То есть, что именно вы, что конкретно вы хотите, чувствуете и так далее. Вот. А то, получается, немного, ну, немного, знаете, странная ситуация, да. Вот. Что... У вас все общее, с чего все начинается, да, не совсем понятно. Понятно. Дальше. У него сейчас кризис возрастной финансовый, он меня меньше обнимает и целует. Первый вообще, вообще это останавливает, чтобы дальше заняться делом. Меня это беспокоит, так чувствую себя отверженным. Екатерина. Чисто отверженность в серверном из детства связано с тем, как вы взаимодействовали со своими родителями, вот, и с тем, как у вас отношения складывались с родителями, в своей, 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 своей поведения человека, в смысле, вот, мужчины, да, здесь абсолютно ни при чем. Вот. Ни при чем, просто потому что. А, значит, вот, ощущение, что вы отвезли, чисто ваше ощущение, оно не связано с поведением молодого человека, но вам, именно вам, ну, необходимо брать на себя ответственность за... за... за то, что вы себя, вот, чувствуете, ну, чувствуете себя такой, чувствуете себя так, и, как бы, это, ну, достаточно серьезная трудность, на мой взгляд. Вот. Это, то, что я могу, ну, то, что я могу вам сказать. А, вот. Так что здесь, ну, вот. Так, а, что. Дальше. А, к слову, я и он работаем дома в разных комнатах, но зато 24 часа в одной квартире. Ну, это же, опять же, к вам вопрос, почему вы не выходите. Романтика в отношениях немного, обоюдный стресс. Стресс от чего? Опять же, если вы хотите, там, ну, к примеру, той же романтика, да, то что мешает вам, эту романтику, ну, как бы, прибавить, да? Сначала, я написал, что я, ну, так, когда, что я ищу вас в отношениях, ну, а потом, что я ищу вас в отношениях, ну, вроде бы я. Ну, грубо говоря, предъявляют, вот вы ему предъявляете за то, что он, молодой человек, как будто бы виноват в ваших проблемах. Вот. Ну, опять же, мне кажется, что это не так, что вам нужно взять на себя ответ за то, что вы чувствуете за то, что вы делаете, за то, что вам хочется. Да, просто, ну, справедливо, справедливо будет. И решить, на самом деле, очень многие проблемы, которые у вас есть. Ну, в отношениях. Вот. Например, проблемы ожидания от человека что-то. Например, проблемы вашей... Ну, проблемы неудовлетворенности вашей, скажем так. Вот. И так далее. То есть, это всё вот такая достаточно... достаточно важная история, на которую вам нужно обратить своё внимание. На мой взгляд, опять же. Мне так кажется. Вот. Это то, что я могу вам сказать. Дальше. Так. Обоюдный стресс. Из-за чего? Кстати, опять же, что именно из-за чего им новы? Ощущает стресс. Интересы разные, но я могу обсуждать его дела, он мое меньше, но когда ему интересно, то включается. Ну, здесь опять же нужно, как-то вот, знаете, более, более выяснять, более конкретно выяснять, что вы, что вы имеете ввиду. Потому что, ну, одно дело, если вы обсуждаете его дела, там, с какой-то определенной целью, да, и совсем другое дело, когда у вас, действительно, действительно, общие интересы, которые вы, которыми вы прямо живёте. Вот. Так. Ну, вещи-то разные. Вот. На мой взгляд, это разные вещи. Ага. И... А как бы тогда, вообще, вот, ну, в отношениях? Вот. Находитесь? Как? Так. Вот. На чём основаны ваши отношения? Дальше. Помимо вопроса вверху, а вы никакого вопроса вверху не задаёте, а в отсутствие употребляет собранная мировоззренняя преграда, отношений нет, если у вас хорошее совпадение по взаимодействию. То есть, если ваше состояние созвучно, состояние человека. Вот. Попробнее можно разобрать на консультации, опять же. Но, например, если человек находится в эмоциональном состоянии, и он как бы обращается к вам, к вашему эмоциональному состоянию, и вы ему, например, отвечаете этим эмоциональным состояниям, то всё хорошо. Вот. Но ссоры, ссоры же происходят. Как правило. Именно из-за того, что такого взаимодействия нет. То есть, вот, ссоры происходят из-за того, что подобного взаимодействия не существует. Ну, как бы, понятно, что у ссоры есть разные причины и основания, да, но, как бы, всё заключается в том, что это одна из причин, вот, конфликта. Ну, одна из причин сложности. Вот. Поэтому, через это важно, но ещё и важнее тоже, то, как вы взаимодействуете с людьми. Ну, не с людьми, то есть, а вот друг с другом. Вот. Если взаимодействия не работают, то серьёзные проблемы будут, вот. Ну, вот. Дальше идём. Что вообще является определяющим? Ну, всё нет, совокупности. Интересы и взаимодействия. Да. И ещё уровень зависимости. Если уровень зависимости большой, то отношения будут выгорать. Достаточно ли быть схожем его в некоторых взглядах, в курсах понять верность и иметь тёплые чувства? Всё зависит от взаимодействия, от сказок, от случаев, от индивидуалов. У меня есть немного чувства, какие, если вы им о них не говорите. Чувство радости, успокойства, когда есть контакт. Ну, здесь вы говорите больше про своё собственное успокоение, здесь вы больше говорите про свою тревожность, нежели про чувства. То есть, это не совсем, ну, это просто можно, ну, можно это двояко воспринимать. То, что вы говорите. То есть, это можно обратно. Поэтому я хотел бы изучить это, вот, изучить этот момент, да, с вами. И поиследованию, что стоит непосредственно за этим. Так, дальше. Обнимаемся, но при этом имеем разные точки зрения по многим вопросам и спорим за это. А зачем? В споре нет истины. Истина, она где-то посреди. Для чего вы спорите? Он будет говорить, как можно быть глупо, что бы, что бы, что глупо. Ну, это не очень хорошо. Для вас, для ваших отношений это не очень хорошо, конечно, конечно. Вот. И это вопрос того, как вы организовываете свои отношения, как вы выстраиваете свои отношения. То есть, это больше вот про это. Это больше про это. Вот. Тут, конечно, да. Вряд ли если это вот сейчас началось, да, то вряд ли это так вот просто уйдёт. Само собой, к сожалению. Вот. Поэтому, да. Молодой человек ведёт себя так, потому что вы позвали, да, позваваете вы так. Потому что у вас изначально, как я думаю, несколько заниженная самая оценка. Вот. Что, в принципе, вполне логично, учитывая, что у вас есть чувство отверженности. Дальше. Во время крупных ссор может аратным аниматумом обзывать, потом говорить, что я вас провоцировал. Надеюсь, мы говорим о некоем-то недрелости личностной мужчины. Опять же, что, в принципе, вполне логично. Вот. Ну, и мы говорим также о некоей недрелости вашей, потому что не совсем понятно, какой вклад выявлены в ссору, да. То есть, ссора же происходит в том числе и со вас, и по вашей ответственности. И вы, как бы, ну, делаете свой вклад в конфликт. Вот. А какой вклад вы делаете, вы не говорите. Вот. Поэтому, момент это важней. А, как бы, мы имеем, по сути, вот, ну, несколько таких, вот, очень, получается, незрелых людей, да, которые пытаются, ну, которые считают, что их, правда, более правдиво, чем, правда, другую. Ну, так как я так считаю, понимаете, штука-то в чём. А из этого и ссоры, ну, ваш. То есть, соотношение, это компрендис, в первую очередь. Да, я могла остановиться, но не остановилась вовремя, но я считаю, что приходить в грани нельзя. Ну, так не приходите, я говорю, считаю, что нельзя. Другой человек может считать по-другому. Это первое. Второе. А почему бы и нет. Не остановилась. Честно, мои действия считают неправильными, а, значит, очень часто бывает на меня негативно. Но это вы позвали. Это не четкость ваших личных границ. Вот. Что тоже можно проработать. На этом всё, Екатерина. Надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего доброго, удачи и рекомендую поисследовать причины, по которым вы боитесь, по которым вы чувствуете себя отвержены. Что это? Страх одиночества? Или, может быть, желание что-то доказать или что-то ещё? Подумайте, это важно. На этом всё. Удачи, всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok